Мы приступаем к изучению заключительного раздела в теме электродинамика, это раздел «Геометрическая оптика». Раздел связан с тем, как ведут себя лучи света на границе раздела «Сред». Мы будем изучать отражения, преломления, мы будем рисовать ход лучей в линзах и системах линз. Мы обсудим, как формируется изображение на сетчатке глаза, потому что окружающий мир мы воспринимаем прежде всего через зрительные анализаторы. Огромное количество вопросов связано с геометрической оптикой чисто бытовых, например, когда ты выбираешь фотоаппарат и думаешь, зачем зеркальном фотоаппарате зеркало. Когда ты пытаешься повесить дома зеркало, маленькое зеркало, и думаешь, на какой же высоте его повесить, чтобы видеть себя в этом зеркале полностью. Когда ты пытаешься прицелиться и столкнуть, например, монетку, которая лежит под водой, понимаешь, что не можешь это сделать из-за того, что происходит искажение – луча при выходе его из воды, так называемое преломление на границе раздела двух сред. Если ты выбираешь очки и пытаешься понять, что такое диоптрии положительные и диоптрии отрицательные, и выпуклая или вогнутая линза способна скорректировать дальнозоркость или близорукость. Большое количество задач геометрической оптики имеют и научное применение. Сегодня мы с тобой разберем, в частности, что такое уголковый отражатель, с помощью которого было точно измерено расстояние между Землей и Луной. Итак, мы приступаем к изучению темы. Запиши, пожалуйста, геометрическая оптика, законом отражения мы сегодня занимаемся. Закон отражения можно объяснить с точки зрения волновой с помощью принципа Геогетса Фринеля. Мы с тобой эту теоретическую часть пропускаем, я скажу только с точки зрения решения задачи Ге, а на геометрическую оптику может встретиться шесть задач, существенная часть единого государственного экзамена. Так вот, если ты решаешь задачу по теме отражения света, то ты всегда рисуешь нормаль границы раздела двух сред. Первая мысль – нормаль – это перпендикуляр, первая мысль. Рисовать нормаль. Если не нарисовал нормаль в этой теме, то ты проиграл и задачу решил неправильно, потому что угол падения, равно как и угол отражения, это угол между лучом и нормалью альфа, это угол падения. Если поверхность зеркальная, а не диффузно отражает, то угол отражения бета такой же, как угол альфа, альфа равно бета. И все три луча лежат в одной плоскости – падающий, отраженный и нормаль. Задача отражения – задача плоская. Давай поучимся строить изображение светящейся точки в зеркалах. Рассмотрим зеркало, рассмотрим светящуюся точку С. Мы понимаем, что из нее исходит множество лучей, но для того, чтобы построить точку, нам нужно только два. Пересечение двух лучей дает нам как раз таки точку. Мы выпускаем первый лучик, строим нормаль, строим лучик отраженный. Мы выпускаем второй лучик, снова строим нормаль и снова видим отраженный луч. Мы понимаем, что лучи 1 и 2 отраженные не пересекаются, но пересекаются их продолжения. Если я продлю этот лучик, если я продлю вот этот лучик, я получу изображение точки С, С' – что мы должны с тобой обязательно знать про это изображение? Первое – то, что изображение мнимое. Изображение мнимое. Пересеклись не лучи 1 и 2, а продолжение этих лучей. Я просто не очень люблю пунктирные линии. Дальше. Мы прекрасно с тобой понимаем, потому что мы с тобой знатоки геометрии, что это одинаковые длинные отрезки, а это прямой угол. Дальше. Можно доказать, что если ты опустишь перпендикуляр на зеркало, то попадешь обязательно в изображение, и изображение будет равно удалено от зеркала, так же удалено от зеркала, как и сама точка С. Расположено симметрично относительно зеркала. Еще один очень важный момент, когда нас в ЕГЭ начинают сбивать и путать вот каким образом. Нам дают маленькое зеркальце и очень удаленную точку С. Большая опасность нас подстерегает. Мы можем сказать, что точка С не отражается в этом зеркале. Но если на зеркало упал хоть один лучик, значит изображение будет. Я всегда рисую нормально. И мы с тобой понимаем, что обязательно этот лучик пройдет через изображение, а изображение будет симметрично расположено относительно зеркала. Даже если зеркало маленькое, оно работает как целое большое зеркало. Просто изображение будет более тусклым, потому что меньше лучей отразится от этого зеркала. Записывай. Часть зеркала работает как целое зеркало. зеркало. Другое дело, что мы не всегда сможем увидеть изображение точки С'. У точки С' есть зона видимости. Как строить зону видимости, я тебе покажу. Мы будем с тобой воспринимать зеркало как окно, через которое мы рассматриваем изображение точки С. С'. Точка С' это мнимый источник света. Нам кажется, что из точки С' исходят лучи, потому что в самом деле так оно и есть. Продолжение лучей все пройдут через точку С'. Точка С' источник, но только мнимый. И мы рассматриваем мнимый источник через окно под названием зеркало. Рисуем. Раз лучик через край зеркала. Два лучик, который идет через край зеркала. А вот она, зона видимости. Если я нахожусь здесь, по эту сторону зеркала, то я вижу С'. Если я нахожусь вне зоны видимости, то я С' не увижу. Но это не означает, что самого изображения нет. Часто нас ЕГЭ на этом ловит. Итак, часть зеркала работает как целое большое бесконечное зеркало. В следующем видео мы с тобой разберем более сложные случаи отражения от системы зеркал. Такие задания в ЕГЭ есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok